Коллеги, добрый день. Рад, что вы сегодня присоединились, нашли время, нелегкое время послушать про цифровые инструменты. Меня зовут Перегудов Денис, я заместитель генерального директора компаний Control.Go. Наша компания давно работает на рынке IT-решений. Буквально пару слов скажу, чтобы понимание было, кто мы, что мы, почему мы вещаем. Значит, мы находимся в акционерном перемене Трансмашхолдинга, у нас один акционер. Изначально компания создавалась под задачей акционерного общества Трансмашхолдинг. Задачи у них были следующие. Это предъектив локомотивов, которые используются в силу подвижного состава, ну и, соответственно, внедрение цифровых инструментов для обслуживания этих локомотивов. Создание таких, так называемых, цифровых депо. То есть, с этой задачей мы справились и достаточно серьезно внедрили крупные, мощные цифровые решения в Трансмашхолдинге. Потом, значит, задача переквалифицировалась. Нам нужно было как-то утилизировать тот большой пул разработчиков, который был нам принят на работу. И мы решили сфокусировать свое внимание на других решениях для рынка, в принципе, в индустрии 4.0. То есть, мы сфокусировались на четырех направлениях. Это те решения, связанные с рабочим персоналом, с техпроцессами, с автоматизацией и системами управления. Собственно, сейчас уже нами реализовано достаточно много проектов. То есть, мы не какой-то стартап, у нас крупная компания с миллиардными оборотами. Мы делаем сейчас тяжелые импортозамещающие IT-решения. Я называю тяжелые, потому что это мощные, очень серьезные IT-решения. Это замена AVEV, Schneider Electric, это импортозамещение GE Smart Signal. Это в основном для динамического оборудования, для турбин и так далее. То есть, здесь мы успешно работаем с Росгидроид, с Россетями. Также мы делали ряд федеральных проектов для федеральных структур, в частности, для Минсельхоза. Вообще, мы в Минсельхозе очень сильные. У нас и совместные предприятия в Индии есть. Мы там контрактуем Минсельхоз Индии, банки и страховые компании. То есть, мы берем снимки спутниковые, и наша программа позволяет определять зрелость урожая, прогнозировать урожайность и так далее. Сегодня я хотел поговорить о более земном решении, больше такой интерпрайз-сегмент. Мы его называем такое масс-маркет-решение на смарт-тим. Вообще, когда мы приступали к смарт-тиму и задачи, связанные с рассматриванием с персоналом, мы исходили из того, какие, собственно говоря, большие проблемы мы можем решить. Соответственно, мы выделили две большие проблемы, которые существуют в промышленности, связанные с персоналом. Это низкая производительность труда. То есть, у нас страна на самом деле очень промышленно развитая, но с точки зрения производительности труда мы всего лишь на 43-м месте. Это связано с тем, что у нас достаточно много специальностей и процессов, где присутствует ручной труб. Ну и, соответственно, мы все научились там обвешивать датчиками разное оборудование, потому что оно дорогостоящее, мы не хотим, чтобы оно выходило из строя, но как-то забыли про людей и оставили какие-то пассивные инструменты, которые только за ними наблюдают, типа видеонаблюдения, ну, самого обычного там скуда и так далее. Вот. Вторая большая проблема – это промышленная безопасность. То есть, на самом деле, мы тоже далеко не на первых местах с точки зрения травматизма на производстве. И видим, что большинство аварий и так далее, инцидентов, всяких остановок производства связаны, собственно, с человеческим фактором. Вот. У нас очень жесткий подход на промышленных предприятиях вообще к промбезопасности, у любого промбизнесника спросите. То есть, там как бы очень все серьезно. Вот. И я знаю, что кто-то сюда пришел, отметился, что как раз из промышленной безопасности. То есть, у нас очень серьезные регламенты, очень серьезная ответственность за это. Но в основном подход реактивный. То есть, да, сейчас многие как бы на пути. Как раз смены подхода от реактивного к проактивному подходу. И вот мы хотели, чтобы наше решение как бы решало эту проблему и было инструментом, который бы позволило перейти от реактивного подхода к промышленной безопасности до проактивного. То есть, прогнозировать какие-то инциденты и снижать, в принципе, вообще травматизм и аварийность на производстве. Сами мы, разработчики программного обеспечения, то есть, ну, вендоры, занимались, в принципе, и интеграторами, интеграцией проектов. Но для того, чтобы решить задачи именно управления и контроля персонала, нам нужны еще смарт-гаджеты, так называемые. То есть, айот-устройства. То есть, поставщики телеметрии необходимые для нас, которые бы размещались на человеке, были бы компактные и, значит, долго держало бы, чтобы батарея. И получается, что вот здесь вот представлена определенная линейка продуктов, которые есть на рынке. То есть, это банальные GPS-трекеры, есть видеокамеры, видеорегистраторы, умные СИЗы, часы, браслеты и умная одежда. Вот мы сконцентрировались на трех из этих направлений. То есть, GPS-трекеры мы оставили, потому что достаточно простое решение. Ну, и для ряда наших клиентов просто необходимо позиционировать человека и все. И уже более серьезные решения – это на базе умных часов, браслетов и, собственно, умной одежды. Почему мы уж не стали фокусироваться на видеокамерах? Потому что это стационарная система. В принципе, есть уже игроки, которые с этим работают. И регистраторы для нас кажутся достаточно дорогим решением, потому что на каждого человека видеорегистратор не повесишь. Никто не будет следить за каждым человеком через этот видеорегистратор. Ну, и второй момент, что, собственно, регистраторы умные, которые определяют динамику движения и так далее, они очень дорого стоят. И как бы на каждого не повесишь. Рынок этот очень сильно растет. И что нам сыграло на руку? То, что на самом деле прогресс технически не стоит на месте. Очень серьезный прорыв. То есть сейчас очень компактное устройство с огромным количеством датчиков, которые можно разместить в тех же часах. И с большим потоком телеметрии, которые могут обеспечить. Плюс разные поддержки систем связи, которые есть. И еще один момент, то, что сама батарея. Батарея – это очень важный фактор. Сейчас батарея позволяет довольно продолжительное время. То есть точно смену 2, как бы без подзарядки, по часам, браслетам, ну или в умной одежде, или трекерам работать. По факту мы сейчас предлагаем на рынок 2 решения. Одно завязано на часах, браслетах, другое на майках. Значит, первое решение – это у нас эффективность и промышленная безопасность. Второе решение на майках – это про здоровье и промышленная безопасность. Сами часы из себя представляют то, что есть на картинке. Сейчас у меня еще подзаряжаются часы. Ну, то есть вот такие часы. Да. Ну вот. То есть компактные. Они где-то в полтора раза легче Apple Watch. Вот. Стоят они сейчас, мы предлагаем, по 7500 рублей за штуку. Скажу честно, что в прошлом году мы пытались продавать и продали тайваньские часы. Они продавались по 15600 за штуку. Были очень дорогие. И, ну, в силу того, что GlobalSat, эта компания GlobalSat ушла с рынка, мы переориентировались, заказали R&D очень хорошего китайского производителя. И они сейчас, собственно, в Китае делают под нас часы, под нашу торговую марку. Поэтому у нас, нам получилось снизить цену, собственно, решение. По факту часы из себя представляют обычные электронные часы с датчиками. Да. То есть там сейчас стоит пульсометр, датчик температуры кожи, не тела. Шагомер, датчик падения, акселерометр, тревожный кнопок осоз. Также батарея 450 мАч. То есть она с включенным GPS GLONASS держит 2 дня. Если выключить GPS GLONASS, я потом объясню, как мы позиционируем без GPS, то они 4 дня могут держать без подзарядки. Пыль влагозащищенная, ударопрочная, держит любую практически температуру, потому что они находятся на теле. Да, то есть если их, ну понятно, что рука человека просто не выдержит температуру, при которой часы расплавятся, да, поэтому, собственно говоря, в любых режимах, в которых человек может носить часы, часы гарантированно работают. Как происходит архитектура? Ну, хотел показать, как у нас архитектура связи работает, и как мы собираем, собственно, данные часов. То есть по факту на рабочих надеты вот эти часы, и у нас есть 2 функции по позиционированию. То есть мы позиционируем indoor, outdoors, внутри и снаружи. Значит, внутри интересное позиционирование, потому что на самом деле, если бы мы позиционировали только по Wi-Fi или там по private LTE, то нам бы пришлось либо там чуть ли не в каждой комнате роутер стоить, что удорожало бы, удорожало бы, значит, все решение. Второй момент, что по GPS там или по private LTE мы не сможем точно позиционировать. То есть GPS у нас порядка 20 метров позиционирования при наличии там спутников, и мы не будем видеть этажности никакой. У нас там выкидывать будет за стены, если там есть перекрытие, то, соответственно, будет экранировать, будет выкидывать точности, мы и достигнем. То же самое и по private LTE, на самом деле тоже позиционирование не точно. Вот, и этажность тоже будет невозможно отследить. Поэтому мы позиционируем внутри по LTE-меткам. Это автономные системы, это размером где-то с футляр для часов, поливлагозащищенные, ударопрочные, 5-7 лет автономной работы, они там приклеиваются или прикручиваются, плюс их можно переносить. То есть вот эти метки, они в России производятся, стоят от 1800-2000 рублей за одну штуку, и они покрывают в среднем 40 метров квадрата. То есть, грубо говоря, комната. То есть комнату нужно поставить одну булую метку, потому что она соединяется с часами по Bluetooth, ну и если будет стена, то, естественно, Bluetooth через стену не пройдет, поэтому в каждой комнате, если мы хотим позиционировать, что рабочий заходит в какую комнату, то нам нужно обязательно там поставить эту Bluetooth-метку. То есть за счет того, что у нас есть Bluetooth-метки, плюс мы можем часы позиционировать по системе координат, то есть три метки он берет по тренингуляции, три алтерации, мы выстраиваем по системе координат, от дальней метки слабый сигнал, от ближней метки сильный сигнал, мы выстраиваем и понимаем, что человек находится именно в этой точке. Точность позиционирования от 1 до 4 метров в зависимости от расстановки плотности, плотности расстановки данных метров. В принципе, сейчас те кейсы, которые мы реализуем, 4 метра достаточно, поэтому это не очень дорого, на самом деле, даже большое предприятие или там строительное объект, то есть у нас стройки применяются, разместить там, значит, эти былые метки. Что касается позиционирования на улице, допустим, ну, если у вас есть какие-то операции на улице, которые подготовительные, и вы хотите все-таки понимать, что есть какие-то участки на улице, где люди должны находиться, там, в принципе, можно на столбики, на что угодно, эти метки вешать, тогда там тоже будет точное позиционирование. Но если как бы там не нужно вам, ну, допустим, человек просто движется, вышел из производственного помещения, где точное позиционирование, ему нужно перейти в другое производственное помещение, там тоже есть былые метки, Там будет точное позиционирование внутри. Он идет по улице, система, как только он выходит за радиус действия БЛИ-меток, он находится в свободном полете, его уже подхватывает GPS и ГЛОМАС. То есть трек вы будете видеть с точностью до 20 метров, то есть это будет, скорее всего, прямая линия, он может вот так идти, но будет устраиваться прямая линия, но вы поймете, что он, значит, пришел. Как только он в новый цех заходит, где есть БЛИ-метки, они подхватывают, и он уже появляется на карте, значит, этого цеха. Это что касается именно позиционирования. Что касается передачи данных, мы специально выбрали LoRaWAN. LoRaWAN-формат, почему? Потому что у него есть огромные преимущества. Значит, первое, очень дешево стоит. То есть, во-первых, производится в России, есть такой производитель Vega, 42 тысячи рублей стоит одна LoRa-станция с антенной, значит, к ней только и БП-шник присоединяется, и роутер, чтобы уже передавать на сервер данные. Это 15 тысяч рублей комплект стоит. То есть, суммарно где-то комплект на станцию 60 тысяч рублей. Плюс еще LoRa в чем? То, что у нее очень большой радиус покрытия. То есть, если мы говорим про прямое какое-то, ну, пространство пустое, типа поле там и так далее, то это 15 километров. Если средняя застройка 5 километров радиус, если плотная застройка, проверили мы это на Кутузовском проспекте в Москве, ну, кто из Москвы тут понимает, какая там движуха и какая застройка, 2,5 километра. Дальше, в чем преимущество еще LoRa? То, что она пробивает стены. То есть, у нас был эксперимент, когда строители строили, значит, стены, возводили. То есть, стояла LoRa-станция, они ходили в часах. Сначала построили стены, их не было, было 10 бетонных стен, допустим, примерно вот такой толщины. Они еще рабятся под штукатурку, сетка рабится металлической по крылью, для того, чтобы потом штукатурить. Но это не суперэксклюзивный объект, поэтому там металл использовался. Значит, сами понимаете, каждая бетонная стена, сетка рабится, сетка рабится, с этой стороны 10 бетонных стен LoRa пробивает. То есть, таким образом мы обеспечиваем бесперебойность подачи данных. То есть, у нас нет, в принципе, зон, когда часы будут в какой-то зоне находиться, что телеметрия не будет передаваться по LoRa. Плюс LoRa передает очень маленькими пакетами данные, что позволяет не садить батарею. То есть, допустим, если бы вот эти часы работали бы на Wi-Fi, и вы собирали бы постоянно телеметрию в онлайн-режиме, то часы бы, скорее всего, умерли через часов 5. То есть, они бы умерли даже с такой батареей, как здесь. Поэтому LoRa еще нужна для того, чтобы как раз продлить жизнь часов, без подзарядки. Ну, соответственно, когда телеметрия собралась, она передается на сервер. Сейчас я подробнее об этом расскажу. Значит, что касается майки. Значит, майка – это другое устройство. Мы перепробовали огромное количество майок различных. Мы хотели именно майку, потому что она направлена больше на здоровье. А для того, чтобы собирать данные медицинские из человека, нам нужны датчики, которые непосредственно находятся в районе грудной клетки. Так, у кого-то микрофон, видимо, там включен. Да, Денис, я просто звук рассылал в свою и оказал, что она уникальная. Так, я тебе выключил звук. Значит, то есть майка. Мы пытались… Значит, майка из-за того, что у него датчики на груди находятся на брюшной полости, нам позволяет собирать данные. Это ЧСС очень точный. То есть часов мы тоже ЧСС собираем, но все равно там есть погрешности. С майки – это уникальный, реальный ЧСС вообще человека. Ну, как если бы вы пошли в медкабинет, и у вас просто все бы там замерили. Мы онлайн ЭКГ снимаем. Соответственно, мы также за счет датчиков понимаем глубину дыхания человека. Также там встроенный акселерометр есть. Значит, соответственно, майка – это сенсоры. Майка в виде, значит, представляет из себя, ну, типа фитнес-майки такой. Она плотно облегает, она очень удобная, она растягивается. То есть очень удобное устройство, которое можно под одежду одевать. Я сам ее под костюм одевал, когда в Русатом носил решение, показывал. То есть дискомфорта вообще никакого не было. Наоборот, даже в жару было очень удобно, потому что, ну, рубашка потеет. Я вот не пойму, у нас откуда звук идет. Денис, можете всех меня замутить, скажем так, вот, просто… Да, вот, значит, коллеги, извиняюсь. Значит, в майке в кармашке справа есть замочек, там расстегивается, в кармашек со спичной коробок вставлен смарт-бокс. Ну, соответственно, к нему все датчики подсоединяются. Это смарт-бокс по Bluetooth соединяется с телефоном. То есть здесь отличие есть от часов. Значит, маршрутом передачи данных является телефон. Телефон также спаривается со смарт-боксом, как если бы вот наушники обычно испаривали. То есть он находит по Bluetooth и все, подключается, значит, к телефону. На телефон устанавливается наше мобильное приложение. Соответственно, вся телеметрия поставляется на телефон. С телефона, если он подсоединен к интернету любым способом, который телефон может быть подсоединен, там, Wi-Fi, там, LTE, она передает данные на сервер. На сервере происходит обработка алгоритмами. И, соответственно, вся на сервере информация вставляется. Плюс она отправляется на телефон, значит, клиент, ну, пациент, можно сказать, рабочего, да. И там у него появляются параметры. Уровень стресса и уровень усталости по 10-бальной шкале меряет. Это очень важно. Значит, эти параметры, как мы получили. То есть майка просто поставляет данные по ЭКГ, ЧСС и так далее. Мы вместе с ПетрГУ и с медиками, которые там работают серьезно очень, с докторами наук, разработали алгоритмы, которые позволяют брать эти данные и в алгоритмах определять по 10-бальной шкале уровень стресса и усталости человек. Эти, значит, алгоритмы подтверждены, соответственно, медицинскими испытаниями. 94% точность определения. То есть мы сверяли данные, которые наша система обрабатывает, как что мы по 10-бальной шкале получаем. И с лабораторных исследований, соответственно, человека обвешивали датчиками и то же самое получали уже в лабораторных исследованиях. То есть у нас было порядка 10, как это сказать, репетиентов или как это, подопытных экспериментируемых людей. То есть мы уверены как бы в данных цифрах. Плюс есть об этом определенные труды, которые уже написаны. Вот майка у нас производство, к сожалению, Канада. Хексоскин, в принципе, мы очень много майк перепробовали. Даже отечественную пытались локализовать. Но после первой же стирки у него влезают нитки контактов, где присоединяется к телу, идет зуд у человека, аллергические реакции. И другие мы майки испытывали. То есть это самая классная майка. Она была разработана для астронавтов НАСС. Сейчас такая майка. Две майки мы берем в комплект. И один смартбокс стоит 800 долларов. Я расскажу потом по бизнес-кейсам, как оно может применяться. Про архитектуру связи я уже как-то заранее забежал на слайд, рассказал, как происходит обмен данными. Значит, таким образом, в чем суть смарт-тима? То есть смарт-тима, мы размещаем какое-то IOT-устройство, смарт-девайс на человеке. Это в данном случае часы или браслет, или трекер, или майка. То есть это все одна система наша, одно программное обеспечение. То есть у вас, по идее, рабочий может, допустим, быть в часах, в майке. И еще при этом на машине, допустим, водитель, может устоять трекер. И все это вы будете в одной системе видеть. Значит, соответственно, мы собираем человеке, благодаря IOT-устройствам, его активность, геолокацию и состояние здоровья. Данная информация поступает на сервер, обрабатывается. И дальше, либо в нашем веб-интерфейсе, соответственно, то есть у вас там будут роли, да, это может организация быть полностью подключена по ролям. Безопасности одно, может видеть там бултерия другое, кадровики третье. Соответственно, заходит по ролям, соответственно, видите отчеты, выгружаете отчеты, как хотите. Есть карта, на карте вы смотрите, где ваши люди находятся. Можно администрировать, загружать карту помещений свою, либо векторная графика, либо вообще, у нас даже один клиент загрузил ради интереса на листочке, просто нарисовал ручкой, как у него план помещения, мы ему загрузили, просто показать, насколько это легко. И, соответственно, сотрудники, потом он их видит. Можно этажи перещелкивать, и можно видеть, на каких этажах, где кто находится и так далее. Плюс можно отрисовывать рабочие там зоны, опасные зоны, и видеть, в какие зоны кто заходил и заходит. Соответственно, формировать на базе этого отчета алармы, допустим, длительное время работник находится в состоянии покоя, или работник зашел в опасную зону, и так далее, и так далее. То есть все это вы получаете, и можете смотреть в нашем интерфейсе. Второе преимущество, что вы можете получать, это уведомления. То есть у нас сейчас кейс есть, где на Telegram каналы есть, у сотрудников, то есть у бригадира есть своя бригада, у него есть Telegram канал, соответственно, в этот Telegram поступает сообщение, если его сотрудник не работает, или вышел за территорию предприятия. То есть мы видим, он получает сразу же уведомление о себе, что такой-то сотрудник вышел за территорию предприятия, у вас только. Он может как-то принять меры. Но то же самое, если он в опасную зону зашел, или, не дай бог, он нажал кнопку SOS, ему тоже это пролетает уведомление. Уведомление можно настроить, в принципе, в любой мессенджер, который на предприятии есть. Значит, и третье, вы можете исторические данные собирать, и делать аналитику, то есть дэшборды, графику. Допустим, у вас несколько бригад работают, у одной бригады такой показатель активности, у второй бригады другой показатель активности. Вы можете сверять, менять, внедрять новую мотивационную систему, смотреть, как у вас до внедрения была активность и производительность сотрудников, после внедрения мотивационной системы, как она изменилась и так далее. То есть мы позволяем, наша система позволяет собирать такие данные. Таким образом, контролируя активность перемещения и монитория здоровья человека, вы можете предупредить инцидент, связанный с промышленной безопасностью, охраной труда, выявить нарушителей, идентифицировать неэффективных сотрудников, халтурщиков, туниянцев. Конкретно кто-то там, ну, у нас были кейсы, когда человек просто выходил за территорию предприятия из дырка в заборе, при этом пройдя по биометрическому скуду, да, супердорогому, и работал на другом объекте, потом возвращался и выходил по скуду, получал ее зарплату. Таких сразу прям моментально система отлавливает, буквально за один-два дня. Вот. Очень важно поговорить о бизнес-кейсах, потому что, наверное, это самое правильное. Просто мне нужно было рассказать, как это все работает. Значит, у нас есть четыре важные бизнес-кейсы, которые наше решение позволяет реализовывать на предприятии. Какой-то из них может вам зайти, может быть, все сразу. Значит, первое, мы определяем, эффективный работник или нет. То есть, как я уже сказал, это можно определить благодаря часам. Часы точнее определяют, потому что здесь трехпозиционный акселерометр стоит, здесь есть алгоритмы связи, как движется человек, с каким ускорением, в каких направлениях. Я имею в виду рука, да, в часах, и сам человек, ну, потому что часы на нем, это тоже воспринимается как движение. Соответственно, она определяет, активен сейчас или неактивен. То есть, вообще, работает или не работает. То есть, наши алгоритмы позволяют отфильтровать, допустим, и определить, что если человек просто лазит в телефоне, да, он будет неактивен, не будет работать. Если он будет просто с кем-то разговаривать, неактивен. Если он будет играть в домино, неактивен. Он играть в карты, неактивен. Курить, неактивен. Если он будет заниматься физическим трудом, допустим, либо работать реально, либо отжиматься от пола, то есть если он будет отжиматься от пола, подтягиваться на турнике, то мы определим, что он активен. К сожалению, мы не можем определить, занимается ли он спортом или активно работает, но мы предполагаем, что за счет того, что мы определяем рабочую зону, что вряд ли он будет отжиматься в рабочей зоне. То есть вы понимаете, что для определенных сотрудников количество табельных номеров – это рабочая зона, вы загрузили туда все, они доработают, вы смотрите на карте, что они там находятся, если они выходят, у вас идут алармы, что они вышли, и вы получаете данные, активно или нет. Закончилась смена, вы можете в процессе смены посмотреть, но можете и после смены определить, кто какие люди по бригаде, по конкретному человеку, по смене, за месяц, за день, за час, вы можете посмотреть, какая была активность человека. Ну и, соответственно, если вы для этого предприятия разрисовали все, то есть для них рабочая зона, зона отдыха, зона подготовки, то вы будете видеть в каждом месте, сколько работал ли человек, был ли активен, и сколько он там находился, когда зашел, когда вышел. Второй бизнес-кейс, который мы можем реализовать – это цифровой обходчик. То есть цифровой обходчик, ну, понятно, из-за того, что мы устраиваем трек, и если у нас есть, допустим, работы, которые человек должен пройти на маршруте, допустим, 5 точек, он должен там что-то крутить, посмотреть, провести работу, закрутить и выйти. И на регламент есть определенный, допустим, он каждую на эту работу выделяется, допустим, 1 час. То есть за счет трека мы понимаем, когда он попал в эту точку, эта точка будет названа рабочей зоной, да, просто она может быть маленькая, возле, допустим, станка какого-то или, не знаю, там, турбины, да. То есть можно одна была Е-метка там стоять, он просто до нее дошел, трек идет по GPS, как только он была Е-метка пошел, вы уже знаете, что он возле нее, активность снимается. Соответственно, как только он вышел за пределы был Е- этой метки, соответственно, он как бы ушел от этого оборудования, мы понимаем, во сколько он ушел. Ну, и, соответственно, если он там просто стоял, курил и отметил с органами, что он сделал работу, мы тоже поймем, потому что активности у него не будет. Соответственно, если там физический труд, то мы точно сможем это отследить. Второй момент, который вытекает, в принципе, из первого бизнес-кейса, это опасная зона. Но тут есть свои нюансы. То есть так же, как для рабочей зоны, мы также можем опасную зону начертить для какой-то определенной группы людей. То есть для кого-то, допустим, у электриков с высоким доступом, это может быть рабочая зона, а для тех, у кого нет допуска, это будет опасная зона. И тут же нам как важно, нам важно не только видеть статистику, был ли там активен человек в опасной зоне, зашел, был ли он там в опасной зоне. Это все здорово, это надо иметь, и это мы имеем. Но важно еще и предупредить человека вот в онлайн-режиме, потому что ведь можно предупредить какой-то инсидент, если человек по ошибке, по незнанию, не знаю, ну, балбес оказался, он зашел в эту опасную зону. Вот в этот момент к нему придет уведомление, сообщение, вибрация на часы, что товарищ ты в опасной зоне покинешь, он, может быть, ошибся, уйдет, и вы какой-то инцидент можете вообще, ну, минимизировать, да, то есть ничего не произойдет. Плюс, естественно, у вас все уведомления, уведомления начальнику, что твой товарищ зашел в опасную зону, бригадиру, там, руководителю, исторические данные сохраняются. Допустим, в одном из кейсов, там, ребята просто привязали 100 рублей штраф. То есть человек зашел в опасную зону, сразу 100 рублей штраф, все, он, зарплата у него это вычитается. Потом ему спечатку дают, где ты был, почему ты нарушил. Вот, 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 ты четыре раза заходил в опасную зону, вот минус 400 рублей получил по зарплате. Вот трудовой распорядок, все утверждено. Все, как бы не поспоришь. И второй момент, это то, что есть кнопка эвакуации. Тоже очень важный момент, допустим, пожар, выброс газа. То есть вы знаете, где находятся люди, вы можете нажать на кнопку эвакуации для определенной группы сотрудников, которые находятся на этаже, или в цеху, или весь цех. И, соответственно, помимо там сирен, которые у вас есть уже и так далее, человек может шум какой-то быть, может не услышать. Но когда у него завибрирует на руке, и он посмотрит, и там есть сообщение, что это не учебная тревога, срочно беги. А можно даже написать, куда бежать. То есть это настраиваемая история, можно по любой месседжи написать, вплоть до того, что жена рожает, срочно езжай в роддом, как бы. Вот, то есть есть обратная связь. Да, мы не можем видео отправить, мы не можем голосовое сообщение отправить, потому что пакеты, как я вам говорил, вот этой лора-станции, они очень узкие. Поэтому мы можем только месседж отправить и сигнал на вибратор, который здесь стоит внутри. Вот. И, соответственно, мониторинг здоровья. Вот мониторинг здоровья по часам. Мы три мониторим события. Первое – это пульс, частота сердечных сокращений. Значит, тут простая история. Если у человека пропал пульс, и показатели по температуре тоже не приходят, соответственно, система выдает аларм, и у нас два кейса. Первый – что человек саботирует, он просто снял часы, положил куда-то, да, или он снял часы и хочет передать его кому-то другому, ну, не знаю, там, на собаку, допустим, одеть. Вот. То, соответственно, везде пойдет уведомление, и нужно на это немедленно реагировать. То есть бригадир, в принципе, должен пойти, или руководитель смены, пойти и физически удостовериться, что человеке одеты часы. И где его часы, спросить, да? Это первое. Почему физически нужно идти? Потому что если у человека пропала температура и пульс, может быть, на часы на нем одет. Ну, тоже надо физически проверить, да, может человеку очень плохо. Вот. Дальше. Второй кейс, который мы реализовываем, это температура кожи. То есть мы вообще хотели температуру тела, сейчас новая версия часов, которую мы сейчас дорабатываем, она и температура окружающей среды, и температуру тела, и температуру кожи меряет. Но они в следующем году появятся. Значит, мы хотели температуру тела на ковидной вот этой всей тематике. Но, и у нас это будет в следующем году. Но мы сейчас снимаем температуру кожи, мы увидели другой вариант в этом, что мы сделали алгоритм определения обморожения. То есть по факту, если человек, грубо говоря, там, кожа температуры там 18 или 15 градусов, то резонно предположить, если на протяжении 50 минут она находится в таком диапазоне, то человек близок, да, ему идет уведомление в этом случае, ты иди посогрейся, и начальнику тоже идут уведомления. Плюс все исторически сохраняется в системе. Видеоотчетов там и так далее можно получить. И то же самое по перегреву. Вот. И третье, здесь кнопка SOS есть. То есть здесь на этих часах она красным не отмечена, но здесь на тех версиях, которые мы продаем клиентам, она красным отмечена. Соответственно, зажимает на 3 секунды, и идет, соответственно, SOS. SOS – это базовая установка. То есть это начальнику приходит, опять же, в системе, диспетчеру, кому назначен. Эти уведомления можно куда угодно рассылать. В 10 человек, 1 человек. Никуда не рассылать. То есть как настроен. Вот. Значит, эти уведомления, соответственно, можно… Это базовая функция SOS. Но мы можем сюда, если вам не нужен SOS, запрограммировать любую функцию. То есть, грубо говоря, это привлечение внимания к себе. Значит, первое. Нажали на кнопочку, мне нужен материал. У меня закончился материал. Нажали на кнопочку, я закончил работу, заберите меня. Ну, допустим, если там машина должна ездить, забирать сотрудников. Или у меня сломался инструмент. То, что критично для вас. Или у меня сломался станок, на котором я работаю. Срочно вызываю. Ну, я когда-то запускал производство по штамповке и так далее. Начальником смены по производству работал. У нас часто ломались штампы, и как бы нужно было очень оперативно их поменять. Пока он там дойдет, пока скажет, теряется время. На кнопочку бы нажал, и все. Но это были древние времена, еще на автовазе. Вот. Значит. И что касается майки, здесь, соответственно, богаче. То есть, в чем мы видим вообще применение майки? И вот замеры уровня стресса и усталости. То есть, мы выделяем три таких кейса. Первый. Это когда от человека зависит жизнь других людей. А то есть, от его физического состояния. Я привожу банальный пример. На самом деле, ну, каждый для себя может чего-то понять. Это, допустим, водитель школьного автобуса, везущий детей ночью на экскурсию в другой город. Ну, то есть, у него должен быть сменщик. А он едет, я думаю, я чувствую себя нормально. А потом оказывается, что он, значит, а потом оказывается, что он просто заснул, да. То есть, он едет, да я нормально. И майка ему скажет. Мало того, что она везде там скажет, да, в системе это сохранится и так далее. Она ему сообщит. Вот почему важна обратная связь на телефон, мобильное приложение. То есть, ему придет уведомление. Твой уровень стресса, там, допустим, в желтой зоне. Срочно сменить все сменщик. Все, он сменился, ничего не происходит плохого. Второй пример, это когда человек находится в такой опасной среде, работает, где утрата внимания по каким-то причинам с его стороны может повлечь какую-то смертную по неосторожности травму или еще что-либо. Ну, то есть, он с похмелья там пришел, через медкабинет как-то халтурно там прошел, да, или еще что-то. У него будет уровень стресса, усталости. А в это время там охраны летают, да, станки работают, пресса. Не туда вовремя не отскочил, вовремя не туда шагнул, упал в яму, и вот тебе, пожалуйста. Вот. И третий кейс, на удивление, такой родился. Он на «Газпромнефти» был по вальщикам леса. Вальщики леса получают работу сдельно. И там, на самом деле, очень большая травмоопасность. Потому что люди, не жалея себя, валят лес, чтобы получить побольше денег, приходят в разном состоянии. Собственно говоря, культура производства, ну, культура людей, которые работают в лесозаготовке, ну, далека, да, от рабочего, который на ЧПУ работает. Вот. И люди как бы на износ там в разном состоянии физическом работают. Лес падает, да, деревья падают, кто-то что-то где-то зазевался, там что-то не услышал, и на него там упало дерево. Начальник мне, который на участке работал, он мне говорит, слушай, я говорю, мне нужен инструмент, я говорю, не могу их отстранить от работы. А мне нужен инструмент, который бы позволил объективно определить состояние человека, потому что я не хочу, чтобы он травмировался, даже не потому, что я берегу людей. Хотя это тоже, но у меня, во-первых, остановится заготовка, во-вторых, ну, в оба колеса остановится, плюс меня лишат премии, плюс будет разбор и все остальное. Ну, не говоря уже о том, что страховые выплаты компании и так далее понесет. То есть это вот такие вот три как бы очевидных кейса. Есть неочевидные, типа инкассаторы, да, которых скаканул стресс из-за того, что они взяли из мешочка денежек, да, а никто видеокамеру не смотрит, хотя там есть камера. Можно это время пересмотреть, да, или там кассир, который обсчитал, ну, специально, да, человека в банке. Там тоже стоит камера, но никто не сидит на нее, не смотрит, никто не пересматривает за каждым кассиром, что они там делали. Уровень стресса скаканул, можно вот этот промежуток времени пересмотреть и увидеть, да. Ну, и много-много разных других, которые могут быть. Вот испытатели, высоковольщиков, когда вот сетевой компанией делают, они говорят, что очень боятся люди вот этих всех проводов, высокого напряжения, и хотят они мерить уровень стресса, чтобы понимать, какое психофизическое воздействие на них вот эта профессия оказывает, и особенно обучение. Вот, значит, по факту мы предлагаем, вот то, что я вам говорил, на часах эффективность и промышленная безопасность. Вы уже поняли, почему там эффективность и промышленная безопасность. И то же самое по майке, и здоровье, промышленная безопасность тоже есть. Это решение два в одном. То есть, по факту мы не продаем отдельную эффективность, мы не отдельно не продаем промбест. То есть, если вам нужно что-то одно, вы в любом случае как бонус получите другой. То есть, от этого цена не меняется. В принципе, наше решение достаточно низкое по цене. Я бы сказал, что это самая низкая цена сейчас на рынке, которая вообще в подобных решениях предлагается. Внедрение у нас от трех до четырех недель. Внедрение по майке 15 минут занимает. Но решение с часами из-за того, что нам нужно инфраструктуру разворачивать, там побольше. Может, от трех до четырех недель занимать. Точность позиционирования, как я вам говорил, от одного до четырех метров. Смарт-тим сейчас в реестре отечественного ПО. То есть, это 100% отечественное ПО. Часы от дружественной нами страны, нам страны, Китая. И как бы задервик с поставками и проблем каких-то мы не видим. И у нас, значит, очень быстрая окупаемость решения. Значит, я сейчас про окупаемость, самое интересное покажу. Вы увидите, какие деньги это решение может сгенерить вам. Значит, буквально кратко по ценам. То есть, сейчас у нас две формы по программному обеспечению. Программное обеспечение у нас продается по подписке на устройство 1800 рублей в месяц. И бессрочная лицензия на тысячу человек 6,5 миллионов рублей. Это уже с техподдержкой в первый год, второй, третий год 25% от техподдержки. Подписку, уже техподдержка включена. Соответственно, по майке ценник, значит, да, по часам. По часам, как я говорил, 7,5 тысяч часы. Во что вам нужно будет 7,5 тысяч часы? Лора комплект с РБП, с роутером 60 тысяч рублей. И были метки. Ну, в среднем на цех, на нормальный такой цех понадобится порядка 100 меток. Ну, 100 меток на 2000 умножайте. То есть, сколько у нас получается? 20 тысяч рублей на метке. А, нет. 200 тысяч рублей на метке получается. И работа где-то 100 тысяч рублей. Ну, то есть, это очень приемлемая цена. Вот мы недавно считали на тысячу человек на предприятии в металлургии. У нас получилось все под ключ, вообще все, абсолютно все. 16 миллионов рублей без НДС. Вот, значит, по майкам. Майки дороже, как я говорил. Две майки, ну, потому что они канадские. Две майки со смартбоксом 800 баксов стоят. Подписка на ПО, соответственно, 1000 рублей за подключенного человека. То есть, не за каждую майку, а за подключенного человека в комплекте. Ну, и бессрочная цена на тысячу человек, 6 миллионов рублей. Теперь я хотел вам показать, наверное, самое интересное. Сейчас я остановлю. Дайте мне буквально минутку. Дайте мне буквально минутку. То есть, это экономика. То есть, мы не предлагаем вам взять деньги и потратить. Мы предлагаем вам путь, откуда можно эти деньги взять на это решение. И какие эффекты это может дать. То есть, мы, значит, определили, что наш клиент, тот, кому зайдет это решение, можно разделить на два больших блока. Первый – это те компании, которым больше всего важно снижение затрат. Почему? Потому что у них проектный бизнес. Ну, допустим, строительная отрасль. Они выиграли тендер. Ну, грубо говоря, тендер, допустим, они выиграли за 100 миллионов рублей. Вот 100 миллионов рублей – это вот то, что они получат всего. И, соответственно, когда они к этим 100 миллионов рублей пришли на тендер, у них есть определенная затратная часть. Материалы и так далее, работы и плюс люди, зарплата. Значит, эти зарплаты сидят в себестоимости. И они предполагают, что вот мы вышли, взяли 100 миллионов рублей и будем получать, допустим, 10-20% рентабельности будет у нашего бизнеса. Ну, 10-20% маржи мы получим с этого всего. Соответственно, с помощью нашего решения они могут снизить себестоимость и увеличить маржу. То есть вот в этом дело. То есть, грубо говоря, мы выявляем проблему, что работник не занят в оплачиваемое трудовое время полезной трудовой деятельностью. Сейчас сотрудники, ну, сейчас компании эти, которые используют труд строителей, у них нет четкого понимания, кто не работает. То есть, да, у них есть скуд, да, зашли люди, но они не понимают, работают они сейчас на объекте или нет. То есть это очень субъективный контроль. То есть там бригадир, как говорится, царь и бог на любой стройке. То есть, соответственно, с нашим решением они объективные данные получают в онлайн-режиме, кто работает, а кто не работает. То есть за счет этого мы ожидаем увеличение выработки на 8-9% и снижение затрат на флот. Как мы это объясняем? Смотрите, то есть 150 человек делают вот эту работу на проект с утилизацией 88, допустим, процентов. Теперь это в эти же сроки, в этот же фронт работ может делать с нашим решением 138 человек с утилизацией 96%. То есть в этом логика расчет. Соответственно, если посмотреть вот кейс снижения затрат на 150 человек, при том это по дорогой лицензии, у нас цена будет снижаться, здесь будет роя больше. Вот мы сейчас будем пересматривать немножко ценовую политику. То есть к тому моменту, как мы с вами о чем-то будем разговаривать, если это у вас вызовет интерес по расчету стоимости и так далее, мы вам сделаем немножко другое предложение на 150 человек, потому что здесь по факту посчитана лицензия за 6,5 миллионов рублей, которая предполагает подключение тысячи человек. И само собой, что стоимость распределяется на 150. Было бы здесь тысяча, здесь был бы другой кейс. Значит, у нас получается, что на 150 человек у нас флот месяц 10,5 миллионов рублей, а на 138 человек будет 9 миллионов 660 тысяч рублей. Соответственно, экономия у нас флота за 12 месяцев составит 10 миллионов, а за 36 месяцев 30 миллионов рублей. При этом затраты на смарт-тим у вас первый год составят 8 миллионов. Это все под ключ абсолютно, это софт, лицензия, хард, инфраструктура, все. Ну и, соответственно, дальше техподдержка у вас остается, у которой я сказал 25% от стоимости 6,5 миллионов за лицензию, 3,3. Соответственно, у вас всего затраты 11 миллионов 32 за 3 года составит, а экономия на флоте составит 30 миллионов. Ну, соответственно, в первый год у вас 26% роя, а за 3 года у вас суммарно 167%. Если говорить по повышению производительности на промышленных предприятиях, то есть у вас тоже может быть, на одном предприятии может быть 2 кейса, и снижение затрат, и повышение производительности. Если они 2, то их эффекты еще больше будут. Если же мы говорим просто по повышению производительности, это характерно для предприятий, которые, ну, выпуском деталей занимаются. Данный вот кейс был по концерну Калашникова рассчитан, по одному из предприятий Калашникова. Вот, значит, получается, что, грубо говоря, логика такая, что мы со 150, то есть мы не сокращаем людей, то есть поэтому мы снижаем затраты на людей. Ну, можем и сокращать, но мы не сокращаем. Цель не в этом. Цель в том, чтобы 150 человек лучше производили, больше производили. Соответственно, сейчас они выпускают 10 тысяч деталей с утилизацией 88%. С нашим решением они будут 11 тысяч деталей выпускать. Соответственно, мы посчитали, ну, по нашему там реальному кейсу, и стоимость материала, потому что материалов больше будет уходить и так далее. И получили, что как раз вот для таких предприятий на 150 человек у нас прирост и беды по смарт-тиму будет 26,5 миллионов рублей. То есть представьте себе. То есть получается, что в первый год мы 205% получаем, а в три года мы получаем 564% ROI по такому кейсу. Значит, чтобы показать, то есть сам расчет, то расчет достаточно подробно сделан. То есть мы сейчас сделали калькулятор. Не знаю, Инна потом скажет, сможем ли мы его сейчас показать. То есть вы на нашем сайте сможете зайти, чтобы не делиться, а не отдельно не подписывать, не давать нам высылать данные, там какие-то ваши там по фото и так далее. Вы можете просто поиграться в нашем калькуляторе и получить расчет EBIT, просто EBIT, которая у вас может быть. Там нужно будет заполнить плановую выработку, фотка, калькулятору у вас определить примерно, сколько у вас, на ваш взгляд, халтурит людей, потому что мы снижаем как раз процент халтурщиков. Какие у вас затраты на материал, и, соответственно, вы получите при росте беды за счет внедрения нашего решения. Ну и, соответственно, если у вас проектный бизнес, когда вы заходите на тендер с какой-то фиксированной ценой проекта, соответственно, вам важно снижение себестоимости, потому что это для вас увеличение прибыли потенциальной, то вот здесь вот экономия за счет количества персонала, который будет участвовать в проекте. Соответственно, что мы точно фиксируем? Мы фиксируем, халтурит или саботирует человек, и простаивает ли он вынужденно. То есть мы выявляем прохлад и планирование. То есть у нас были кейсы, когда человек шел на склад и сидел там два часа. Соответственно, вы это все увидите. Если человека вызывают, почему ты сидел на складе два часа, а он говорит, а мне не выдали перфоратор, без которого я не могу работать. Выясняется, что, оказывается, логистические службы, которые должны были доставить инструмент на склад, они не сработали хорошо. Или другой кейс. Смотрят на показатели бригад. Смотрят, значит, на бригаду одну. У нее там эффективность труда 70%, а у этой бригады смена другая 80%. Как так получается? Почему разница 10%? Смотрим индивидуально сотрудников. Оказывается, что вот электрики, значит, вот, которые, слаботочники, которые там розетки вставляют, я про строительный кейс говорю, они, значит, активность у них вообще низкая. Там 60%, 55%. Это я просто на реальном кейсе говорю. Начали всех вызывать, спрашивать, что случилось, почему. Они говорят, а у нас бригадир просто дает нам проект, не говорит, где розетки ставить. Говорит, иди ищи там, и сам там отдыхает или чем-то другим занимается. Они, значит, ходят с этим планом и смотрят, где розетки стоят, где не стоят. То есть им никто не говорит, где. И пока они вот это ходят, это как активность не засчитывается. Потому что система засчитывает активную работу. Если он просто ходит и что-то соображает, то это как активность не засчитывается системой. Соответственно, уволили бригадира, поменяли на другого. Через месяц показатели выровнялись у обоих бригад. То есть вот это вот позволяет выявлять плохое планирование, в том числе и управленческие какие-то решения принимать по процессу. Где по материалу по доставке затыка, где производственный процесс затыка, какую-то бумажку там ходят, оформляют там час-два вместо того, чтобы работать. Вы это увидите, потому что у вас будут объективные данные непосредственно с рабочих, которые участвуют в этом. Вы всегда можете вызвать их, поговорить с ними. Мы не фиксируем, кто делает брак. То есть мы никак не можем определить, делает брак или нет. Это будущие поколения, через год, через два, когда мы донастроим нейросети, тогда мы сможем понимать оптимальную эффективность движений при исполнении той или иной работы. Это будущее. Сейчас пока никто такого не может предложить. Если вам кто-то рассказывает такие сказки, можете ко мне отправить. Я им найду аргументы, чтобы их развеять. Ответственно, мы видим здесь, опять же, из-за того, что здесь все посчитано на стоимость лицензии за 6,5 миллионов рублей, то мы видим, какой минимальный кейс, средний кейс, идеальный кейс для покупки лицензии за 6,5 миллионов рублей. То есть, как видите, даже на 75 человек у вас будет эффект внедрения. Но, как я уже сказал, мы поменяем экономику. Я думаю, что эффекты внедрения по минимальному кейсу на 75 человек может быть и больше. Но самый идеальный, конечно, кейс на 1000 человек. Как видите, здесь просто сумасшедшие эффекты возникают. Чтобы, опять же, показать, посчитано все, не с потолка все взято. То есть, это объекты конкретные по площадям, по стоимости инфраструктуры. То есть, здесь серьезная экономика за этим стоит. Вот, собственно, то, что я хотел рассказать и показать. Надеюсь, что информация была полезна. Инна, у нас какой дальше формат? Денис, значит, дальше формат. Если мы демонстрацию все завершили, то мы можем отправить, еще раз отправить опрос. И в конце все участники после завершения вебинара перейдут на Google форму и смогут оставить там свои отзывы и интересы. Да, коллеги, я опрос запустил. Буду очень признателен, если вы все-таки ответите на вопросы. Мы очень старались вам показать. Я надеюсь, я очень подробно вам рассказал. Более того, мы приглашаем вас. Напишите нам. Мы готовы вам продемонстрировать реальную работу программного обеспечения. То есть, я вам не сказки рассказываю. Как бы у нас есть реальные кейсы. Вот. Мы вам покажем, как интерфейс работает, какие отчеты вы получаете. Более того, у нас есть партнеры. Мы работаем плотно с системными интеграторами. У нас есть в партнерах первый бит 1С. То есть, они интеграцию в 1С делают. У них, более того, есть свои мобильные приложения, в которые они готовы интегрировать наше решение. Мы работаем с цифрой, с Вистгрупп. Мы сейчас на переговорном процессе с Сопраном. Это те, кто САП в свое время продвигал. Да, очень крутая компания. То есть, я вообще не сторонник того, чтобы наши клиенты работали в веб-интерфейсе, потому что считаю, что вы должны работать в тех системах, которые вам удобны и которые развернуты на вашем предприятии. То есть, да, у нас есть возможность сделать вам, ну, у нас есть просто возможность программ обеспечения работать, удобно работать в нашем веб-интерфейсе. Но сам я считаю, что ERP, ну, это ваше. Мы можем это настроить. Вы будете получать и отчеты, и получать аналитическую информацию, снимать бизнес-аналитику в тех удобных формах, которыми вы постоянно пользуетесь. Это все возможно, и мы готовы либо работать с вашими интеграторами. У нас открыты API, мы можем передать API, передавать данные, обработанные с нашего программного обеспечения. И, соответственно, уже ваши ребята, если у вас сильная IT-служба, могут интегрировать ваши системы. Или привлечь партнеров, ваших партнеров, с кем вам удобнее работать. То есть у нас нет большой разницы. Или если у вас нет таких партнеров, мы можем наших партнеров-интеграторов, кто уже знаком с нашей системой, предоставить вам, они вам интегрируют. Ну, за какой-то отдельный ценник, естественно. Но я думаю, что в любом случае это будет рыночная история, а не что-то монопольное. Тогда прошу вас поделиться данными вопросами. Наши менеджеры, которые здесь присутствуют, они еще вам напишут, поднадоедят немножко, соберут с вас какую-то информацию. Надеемся, что мы встретимся с вами и будем общаться уже в бизнес-каких-то кейсах ваших. Мы очень открыты, можем отдельно для вас посчитать ТЭО, для ваших инвесторов, для ваших руководителей, которые считают бюджеты и так далее. То есть, опять же, вот это все индивидуально посчитать, конкретно на вашем примере. Все это у нас есть. И коллеги вышлют вам отдельно ссылку на калькулятор, как только мы его сейчас верифицируем, потому что мы его буквально недавно запустили. Я должен проверить все формулы, правильно там все считается. И после этого мы скинем вам ссылку, вы сможете сами зайти и все посмотреть, там посчитать, прикинуть, какая у вас экономика будет получаться от внедрения решения. Так, ну вот 4 из 14 нам ответили. Ну, я не знаю, я думаю, что дальше мы будем как-то индивидуально связываться с коллегами. На этом, я думаю, можно было бы и закончить. Есть какие-то добавления, Максим, еще? Да, коллеги, после вебинаров все получат видеозаписи. Вот вижу вопрос. И, собственно, с каждым мы свяжемся, пообщаемся лично. Я надеюсь, что вы откликнетесь положительно и совместно какие-то истории, коллаборации придумаем. В целом у нас все. Спасибо большое. Встретимся в бизнес-сообщении. До свидания.